Металлический человек? Ничего не говорите, я сейчас же пришлю туда кого-нибудь, никуда не... Звучит как серьезное дело, металлический человек, говорите, робот напал на вас, а до один большой. Понял, ничего не говорите, отряд спецназовцев выезжает. Пацаны, пацаны, всем ду-у-у-у, привет, SCP-203, измученная железная душа, анимация SCP. Собственно, вам было интересно что-нибудь посмотреть, сказали, что есть еще и вот такой каналчик мне в телеграме в нашем боте, Вот сказали, доктор Боб, анимация Я не знаю, мы всякие анимации, конечно, смотрели Но на тему SCP особо не видели Поэтому давайте знакомиться, честно говоря, не видел Не знаю, авансикам лайкосики ставьте вперед Естественно, большая поддержка, спасибо Большой комментарий, пишите, подписчики организуйте, если еще не подписаны Давайте смотреть Думаю, будет прикольно и интересно, но пока не знаю, на самом деле, как И о чем именно Поехали Группа детей на велосипедах пристально смотрит на большой заброшенный дом Весь учебный год среди них ходили слухи о монстре, который живет внутри Один рассказывает другим о парне, который зашел внутрь и больше не вернулся Это тот самый парнишка из Оно? Легко поверить, что что-то злобное могло таиться внутри ветхого дома С его облупившейся краской и множеством разбитых окон Дети начинают дразниться, бросая друг другу вызов войти И увидеть монстра собственными глазами Да, давай посмотрим монстра Может, кого-нибудь из нас он еще и сожрет Ага, поехали Хотя, похоже, никто особенно не рвется заходить туда добровольно Поскольку все они подстрекают друг друга Пока группа шутит о том, кого следует заставить войти внутрь К ним подъезжает другой мальчик, пытаясь отдышаться Вы снова оставили меня Жалуется он Очевидно, что это не первый раз, когда этот самый маленький ребенок Отстает от своих более взрослых и быстрых друзей Все старшие дети поворачиваются, чтобы посмотреть на него Им больше не нужно ничего обсуждать Ответ на вопрос, кто... Нашли, значит, дурачка, да? Нужно войти внутрь, уже решен Маленький мальчик пытается протестовать Маленький мальчик, ты зачем вообще приехал? Иди, езжай дальше, езжай, не останавливайся Но в конечном счете, что он может сделать, кроме как войти внутрь? Он не... Он на велике, он может уехать Может позволить всем остальным думать, что он трус Он должен раз и навсегда доказать, что он такой же крутой, как и любой из них Любой из них, которые решили не идти в этот дом, а остаться на улице Не говоря ни слова, он бросает свой велосипед в грязь И направляется к большому, жуткому дому Дверь без всякого сопротивления распахивает Хорошим это не закончится И мальчик заглядывает в темный дом Он заходит внутрь, и половицы громко скрипят у него под ногами Внутри все выглядит так же, как и снаружи Все старое, изношенное и заброшенное Но потом он что-то слышит Скребущий звук, доносящийся сверху Он поворачивается, чтобы уйти Но через дверной проем видит своих друзей И они жестом требуют продолжать идти Мальчик набирается сил и разворачивается назад Он собирается показать им, насколько он храбрый Он начинает подниматься по лестнице Да что, он может просто зайти за уголочек Вот так вот прям за дверной проем Спрятаться буквально, да? Там же темно, там же не видно Там же не видно, как он прям заходит Сразу видно было Сейчас показали, что там темно Вот так вот прям постоять там Пять минут такой Хоп, и обратно к дверному проему Ребята, там никого нет Все нормально Все Схитрить, скажем так, немножечко Ступенька скрипит под его весом Он достигает верха лестницы И видит коридор с большим количеством комнат Каждая из которых заполнена грязью Многие стены были покрыты краской из баллончика А вокруг был разбросан мусор Похоже, ребята могут использовать это место для встреч Но там, на другой стороне лестничной площадки Есть еще одна комната И дверь закрыта Снаружи ребята могут видеть через верхние окна Как мальчик пробирается через дом Они больше не смеются и не дразнятся На самом деле, они впечатлены тем Насколько храбро он исследует старый дом И хотя никто не признался бы в этом вслух Он заслужил их уважение Ну все, можно идти, значит, обратно Мальчик подходит к закрытой двери в конце коридора И прижимается к ней ухом, но ничего не слышит Он кладет руку на дверную ручку И медленно открывает Он кричит и падает назад Когда кот, прятавшийся в... Естественно Естественно, кот Спасибо, спасибо большое Источник наших бесконечных страхов Спасибо Внутри в панике прыгает через одно из открытых окон Мальчик не может удержаться от смеха Конечно, это был просто... Он снова кричит Когда пол под ним проваливается И он падает на первый этаж в груду обломков Он оглушен падением Но когда пол снова проваливается под его весом Он вновь... Сколько там этажей? Внутри вновь кричит Его крик заглушается тем, с какой силой из него выбило весь воздух при ударе Он весь в пыли и обломках И чувствует ушибы и боль Но шевелить пальцами рук и ног он может Он не парализован И кажется, даже ничего не сломал Может быть, с ним все в порядке Но нет, он определенно не в порядке Потому что внезапно что-то поднимает его с пола Когда его глаза привыкают к темноте Он видит, что его держит Получеловек-полумашина Огромная отвратительная смесь металла и плоти Мальчик слишком напуган, чтобы кричать Какой красавец Поскольку неподвижные, мертвые глаза существа Смотрят прямо на него Его лицо... Это у него такая ручища огромная Чтобы он прям в лапу свою взял Выглядит так, будто кожа Натянута на человеческий металлический череп Мальчику остается только наблюдать Как монстр поднимает свои острые металлические пальцы И... Смахивает грязь с его волос Грязный какой-то Ты чё? Ты откуда взялся-то, а? Такой Хе Ща причешем тебя Приоденем Куш-куш Супчик приготовил как разборщик Будешь? Тебе как? Нормально? Могу с собой дать Хочешь? Мальчик такой добрый SCP Измученная железная душа Добрая душа Щедрая душа Мальчик начинает хныкать Но что бы это ни было Оно похоже не хочет причинить ему боль Жёсткий роботизированный голос Исходящий из небольшого устройства На лице существа Внезапно нарушает тишину Ха-лан-та-ла-ма-ма-ю-рам Мальчик А? Хе-хе-хе Что? Не понимает Но человек-робот Наклоняет свою ужасающую голову на бок И повторяет то же самое Мальчик всё ещё в замешательстве Но чувствует, что робот пытается ему что-то сказать Он каким-то образом понимает, что это не причинит ему вреда Неужели это тот монстр, которого все так боялись? Непонятный человек-машина, живущий здесь В подвале Робот вздрагивает, когда что-то ударяет его по затылку Это пацаны, что ли, прибежали? Он отбрасывает мальчика в сторону И поворачивается, чтобы увидеть друзей мальчика Нихера себе, смотрите-ка Они прям осмелились, зашли, пришли помочь Действительно, достоился уважения, походу Этот пацанёнок-то Маленький парнишка Каждый из которых вооружён кусками дерева И другими обломками в качестве оружия Они пришли сюда, чтобы спасти своего друга от монстра Которого сами заставили найти Другой подбегает, чтобы ударить робота Но прежде чем он успевает добраться до него Он падает на колени от боли Как и остальные дети Существо начало издавать высокочастотный шум И дети попытались заткнуть уши Все они чувствуют жгущую боль От которой, кажется, их головы вот-вот взорвутся Пронзительный шум продолжается Но монстр выглядит так, будто вошёл в какое-то спящее состояние И больше не двигается Маленький мальчик может верно подняться на колени Всё ещё прижимая руки к голове и встать Он пробегает мимо монстра и своих друзей Которые корчатся Похер вообще до этих друзей На полу от боли Поднимается по лестнице И выходит из старого дома Женщина стоит у кухонного стола Нарезает овощи для ужина И разговаривает со своей старшей дочерью О своих планах на эти выходные Когда внезапно распахивается задняя дверь Там стоит её сын Маленький мальчик Он едва успевает прошептать Монстр В подвале есть монстр Прежде чем упасть в обморок Кровь льётся из его ушей и носа А затем он начинает биться в конвульсиях на полу В местном полицейском участке Хорошем, то есть это ничем не закончилось в итоге всё-таки, да? По телефону разговаривает офицер Я понимаю Да, это довольно странно У него без торта усы Металлический человек? Ничего не говорите Я сейчас же пришлю туда кого-нибудь Никуда не... Звучит как серьёзное дело Металлический человек? Говорите, робот напал на вас Один большой Понял, ничего не говорите Отряд спецназовцев выезжает Уходите Полицейский вешает трубку И оглядывается, убеждаясь, что рядом никого нет И его никто не слушает А затем достаёт сотовый телефон Он набирает номер по памяти И на другом конце почти сразу кто-то отвечает Да, это полевой агент Патч Говорит полицейский Вам нужно немедленно вызвать сюда группу издерживания Это из SCP Foundation Я не знаю, что это Но оно очень опасно Мобильная оперативная группа фонда SCP Специализирующаяся на сдерживании опасных гуманоидных угроз Вскоре прибыла в дом И взяла аномалию в плен Группы дезинформации Сочинили прикрытия об утечке газа А что с этими с пацанами произошло? Которая, к сожалению, привела к гибели нескольких детей города И обработали амнезиак... Понятно Понятно, что произошло ...всех потенциальных свидетелей Однако, как только грязная работа по сдерживанию была закончена Пришло время выяснить, что же это за странное существо SCP-203, похоже, когда-то был мужчиной европеоидной расы Хотя теперь его внешний вид сильно отличается от того, каким он был когда-то Это двуногое гуманоидное существо ростом 2,5 метра И весом около 200 килограмм Его невероятная высота и вес Обусловленная тем, что первоначальный скелет человека был полностью удален И заменен механическим каркасом из чугуна Металлический скелет намного больше обычных костей И во многих местах кожа SCP-203 расползлась из-за натяжения, обнажив механическую структуру под ней Другие части каркаса, по-видимому, были намеренно сделаны так Кто ты с ним это сделал, получается? Чтобы они выступали сквозь кожу, хотя неясно для чего В дополнение к этому более крупному, чем обычно, механическому скелету На SCP-203 присутствует ряд других изменений Его пальцы превратились в заостренные шипы длиной примерно 1 метр Его губы были полностью удалены Демонстрируя отсутствие подвижной челюстной кости И череп, скорее всего, представляет собой один большой полый кусок металла Вокруг области рта торчит еще несколько крючковидных выступов Меньших размеров, но похожих по внешнему виду на пальцы Ноги из SCP-203 также изменены Были добавлены два сустава, которые придают им виду больше похожий на собачий А пальцы удалены и заменены твердым куском металла Похожим на те, что используются в ботинках с остальным носком В его груди нет грудины или нагрудника Поэтому растянутая кожа втягивается внутрь при сокращении диафрагмы Его уши также были удалены Однако он, кажется, по-прежнему обладает слухом Которые намного превосходят слух обычного человека И хотя его глаза на месте, они удерживаются перед лицом несколькими иглами, торчащими из глазниц Радужная оболочка также кажется постоянно расширенной и не реагирует на свет На месте рта находится... Какой же он чудесный! ...большой динамик, покрытый металлической решеткой Который способен воспроизводить основные звуки, но с отчетливо роботизированным звучанием Тесты показали, что SCP-203 имеет базовое понимание английского языка Но его собственный основной язык, похоже, является разновидностью арабского Хотя нет никаких записей о точном диалекте SCP-203 не нужно есть или пить И без видимого рта он, вероятно, не способен ни на то, ни на другое Вместо этого он работает от источника питания, расположенного внутри его тела Который будет обеспечивать... А откуда он взялся-то такой? ...это его энергии до 72 часов По истечении этих трех дней SCP-203 отключается и переходит в спящее состояние на 3-4 часа В течение которых его источник питания перезаряжается, обеспечивая ему еще 72 часа энергии Все попытки исследовать его с помощью рентгена, компьютерной томографии, ультразвука и других диагностических изображений потерпели неудачу А попытки исследовательской хирургии привели в действие его защитные механизмы, которые болезненны и смертельны Когда он понимает, что ему каким-то образом угрожают, SCP-203 способен издавать высокочастотный гудящий звук, который оказывает разрушительное воздействие на нервную систему человека Эффект этого защитного механизма можно было наблюдать непосредственно, когда сотрудник класса D случайно ударил SCP-203 Ну, его можно было наблюдать уже на пацанах тех, которые изначально встретили его И был активирован этот гудящий звук Сразу после воздействия звука у D-104 сильно заболела голова Через 15 минут головная боль усилилась, и у него пошла кровь из ушей Через полчаса у сотрудника класса D, который теперь отправился в лазарет, начались припадки, и из всех его отверстий шла кровь Десять минут спустя сотрудник класса D был мертв Был проведен еще один тест, и результаты оказались почти идентичными Причем... Тест? Серьезно? Симптомы прогрессировали примерно с той же скоростью Однако, на этот раз, вместо того, чтобы переместить класс D в лазарет, он был помещен в камеру с SCP-203 Через 40 минут класс D был мертв, и через несколько минут 203-й наконец прекратил свой гудящий звук Затем SCP-203 приблизился к телу умершего класса D и попытался удалить скелет сотрудника класса D Зачем? Хотя SCP-203 был остановлен до того, как смог выполнить свою задачу Кажется, издаваемый им гудящий звук является не только защитным механизмом Но также может быть частью процесса, посредством которого он создает новые экземпляры SCP-203 В интервью он утверждает, что не помнит свою жизнь То есть, одна из его целей это создать такого же придурка, как и он сам? ...из недоизменения Он говорит, что сейчас он существует в почти постоянном состоянии боли и замешательства И что время, когда его батарея разряжается, и он входит в спящее состояние Является его единственным спасением от боли своего существования Он также утверждает, что не помнит, что происходило после активации его защитного механизма И не помнит, что он сделал с телом класса D, которая осталась в его камере Однако неизвестно, насколько честным является SCP-203 Не было возможности проверить что-либо из того... Два с половиной метра он рост ...то, что SCP-203 сообщает исследователям И в настоящее время его утверждения должны рассматриваться сотрудниками фонда Как попытка вызвать сочувствие Или иным образом манипулировать ими эмоционально Он сделал несколько запросов на обезболивающие и анестезирующие... Заявление написал, да? Но пока все эти запросы были отклонены SCP-203 был отнесен к классу объектов Евклид И содержится в специализированном бункере для хранения выслед... Нахрен, а он там содержится, что его нельзя просто как бы... Когда он вот в спячку ходит, все просто... Разорвать эту батарею, вытащить, выбросить, сожжечь и забыть нахрен Два сотрудника класса D, оснащенные оборудованием для фильтрации звука Постоянно охраняют его И его на любые испытания или исследования сопровождает вооруженный наряд Является ли... Я могу понять те объекты SCP, которые типа непонятные в целом Как их там вообще уничтожить и можно ли уничтожить вообще... Но вот это звучит так, как будто бы его достаточно легко уничтожить SCP-203 жертвой Нормальный человек, который против своей воли был превращен в грубое слияние человека и машины Может быть в SCP-203 есть что-то большее Обманывает ли он всех нас? Является ли это замученная железная душа ничем иным, как металлическим монстром, маскирующимся под жертву? Возможно, если мы проведем дополнительные исследования, однажды мы узнаем ответ Теперь идите и посмотрите еще одну запись из файлов доктора Боба Например, SCP-783 Жил на свете человек с крюченными ножки Здесь еще одна аномалия с очень интересными идеями о том, как должно выглядеть человеческое тело И убедитесь, что вы подписались и включили уведомления, чтобы не... Ну, ребята, если хотите, чтобы мы больше смотрели про SCP У доктора Боба, не у доктора Боба То, естественно, покажите это мне своими пальчиками По-другому никак, по-другому никак И пишите в комментариях об этом Все это очень сильно помогает, большая поддержка Ну и я пойму, что вам это интересно И будем смотреть, будем продолжать Подписывайтесь и организуйте с бубенцами И увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь Муа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ч-о-о-о-о-о